Здравствуйте уважаемые автолюбители и автоненавидители. Расскажу я сегодня про светодиодные лампы в фары, которые лично меня приятно удивили. Обзор данных ламп уже был на этом ресурсе, но я попробую взглянуть на них немного под другим углом. Сразу скажу, что яркость обозреваемых ламп в двух раза больше, а потребляемая мощность в двух раза меньше стандартных галогеновых ламп. В обзоре подробные фото ламп, внутренности, а также всевозможные тестирования. Заинтересовавшихся милости прошу. Посылка и упаковка, посылка самая обычная, серый полиэтиленовый пакет. Упаковано прилично, магазин не пожалел упаковочных материалов. Все доехало без повреждений. Процесс распаковки доступен в видео версии обзора. Комплектация. Комплект состоит из упаковочной коробки с вставкой из вспененного полиэтилена, коротенькой инструкции совмещенной с гарантийным талоном, двух ламп. Инструкция. Герой обзора. Вот что указано в инструкции, в принципе со многим можно согласиться кроме мощности и уровня защиты IP65. По мощности, если умножить 12 в на 2, 5а, то получится 30 ВТ, а не 45. А указанная степень защиты IP65 подразумевает. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта, защита от водяных струй с любого направления. И это тоже не так, разборка это покажет. Реальная степень IP40. Разборка. Вскрывается корпус достаточно легко. Он держится на термоклее, излучающая часть состоит из трех совмодулей, внутри корпуса находится вентилятор и плата импульсного драйвера. Тестирование, для начала фото совмодуля крупным планом. Сов это аббревиатура от ChipOnBoard, то есть чип на плате. В данном случае это сборка из 30 светодиодных кристаллов. В обычной лампе H4 находятся два спирали, одна для ближнего света, другая для дальнего. Спираль для ближнего света дополнительно прикрыта отроджателем, чтобы сформировать правильный пучок света. В обозреваемой лампе присутствуют три совмодуля, когда подается напряжение на контакты для ближнего света, горят два совмодуля, когда же нужен дальний, то горят все три. Построим вольт-амперную характеристику, вах, и зависимость потребляемой мощности от напряжения для обоих этих случаев. Красный цвет ргафика соответствует режиму дальнего света, то есть, три совмодуля, а синий соответственно ближнему с двух модулями. Что тут можно сказать? А вот что, потребляемая мощность не зависит от режима, ближний-дальний, и составляет около 25 ВТ, в лампы действительно встроенный импульсный драйвер. Перейдем к тестированию яркости. Для начала визуальное сравнение яркости и цветовой температуры обозреваемой, слева, и галогеновой, справа, лампы. Тут сразу нужно указать на то, что мой БП не может выдавать более 5 А, поэтому в этом режиме напряжение было всего 9 Вольт, но уже видно, что по яркости светодиодная лампа точно не проигрывает. Ну и цветовая температура гораздо выше, чем у галогеновой лампы. Перейдем к инструментальному тестированию, продублируя показания люкс-метра, тильда 5000 люкс галогеновая лампа и тильда 10000 люкс светодиодная. Вот именно этот момент и удивил меня, получается, что светодиодная лампа светит в двух раза ярче, при этом потребляя в двух раза меньше, чем 50 Вт галогеновый собрат. Далее хотелось протестировать обозреваемую лампу в фаре, но увы, оказалось, что в моей фаре используются лампы не N4, а N01, у которых юбка чуть меньше. Есть варианты использования лампы N4 вместо N01, там берут и меняют юбки. Я вот тоже понадеялся, что смогу и обозреваемую воткнуть, но оказалось, что обозреваемая лампа просто не влезла в фару, так как слишком большой у нее корпус. А дорабатывать напильником в фару я пока не готов. В общем ниже фото с штатной лампой и обозреваемой недовставленной, даже в таком варианте очевидно, что герой обзора светит ярче. Еще я планировал проверить уровень нагрева лампы находящейся в фаре, но по той же причине сделать этого не смог. На столе же температура корпуса лампы не превысила 50 градусов. В фаре, думаю, температура будет выше. Также необходимо отметить один важный момент, из-за того, что светодиодная лампа длиннее штатной, она может не поместиться под герметизирующий колпак фары. В моем случае резиновая манжета имеет запас и по длине лампа влезла бы. Но думаю, не во все фары эта лампа поместится. Видеоверсия, в видеоверсии присутствует распаковка, разборка и подробное тестирование. Итоги, начнем с плюсов, плюс приличная яркость, в двух раза больше, чем у галогенового аналога, плюс экономичность, потребляемая мощность в двух раза меньше, чем у галогеновой лампы, плюс универсальность, потребляемая мощность и светимость одинаково в широком диапазоне питающего напряжения, 11-30 вольт. Ну и куда же без минусов. Активное охлаждение, все хорошо, пока вентилятор работает, но ведь он когда-то перестанет работать. Длина, не во все фары поместится, производитель обещает совместимость с 95% фар. Фокусировка, уверен, что данная лампа будет слепить встречных водителей не меньше, чем колхозный ксенон. В общем лампы хороши, но устанавливать их в качестве источников ближнего света я категорически не рекомендую. Уверен, что в фары ближнего света нужно ставить только штатные лампы, никаких LED и ксенонов. В дальний свет, пожалуйста, но не в ближний. На этом все, удачи на дорогах и по жизни. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!